Поздравить Наталью Бондровскую с 76-летием сегодня пришли самые преданные сотрудники телекомпании, с которыми она на протяжении вот уже 22 лет занимается освещением самых насущных проблем нашего города, области, страны. Стоит отметить, что Рика ТВ не только новостной телеканал, это развлекательные тематические программы. Медиагруппа включает и «Октьюберадио», и газету «Эврика», и кинотеатр «Локомотив». Мне нравится участвовать во внутренней жизни телеканала, во внутренней жизни радиостанции. Я иногда сама рассказывала, как бы я это сделала, как бы я сказала, как я это вижу. Мне очень нравится. Я очень люблю талантливых, способных людей. Наталья Бондровская возглавила телекомпанию «Рика ТВ» осенью 2002 года. Ноя владелица была членом исполкома Конгресса журналистов. К тому же уже руководила радиостанция «Октьюберадио» и газета «Автограф». Появились планы и на собственное телевидение. Задачи перед сотрудниками были понятны. Изучать жизнь города, выпускать актуальные новости и развлекательные программы, понятные простому жителю. Для медиагруппы у меня цель только одна – перевести всё на современный уровень развития техники. Для этого нужны большие финансовые вливания. И для этого нужны люди, которые могли, молодёжь, которая могла бы это сделать. Это сложно, это непросто. Но об этом я мечтаю. А у меня цель одна – быть более-менее здоровой, чтобы можно было ходить и руководить нашей медиагруппой. Телекомпания – это журналисты, ведущие, редакторы, дикторы, водители, инженеры и многие другие, вплоть до уборщиков. Стоит только одному работнику телекомпании выбиться из колеи, нарушается вся система. За десятилетия существования коллектив Рико-ТВ пережил и взлёты, и падения. Но, как говорит Наталья Глебовна, вещание ни разу не прерывалось ни на секунду. Даже когда в 2007 году фирма переезжала в ещё не обжитое здание локомотива, техники смогли поддерживать ход эфира на прежней базе по улице Успанова. Влад Рогушов, программа «Факт».